В настоящее время Олег Акуратов преподает в Ростовской консерватории. Как участник всемирного сводного хора ЮНЕСКО принимал участие в мировой премьере международной благотворительной акции «Тысячи городов мира». Он выступал в резиденции Папы Римского, а также в концерте с выдающейся оперной певицей Мансерат Кабалье. По событиям из жизни Олега в 2009 году был снят фильм «Пестрые сумерки» дебютная режиссерская работа Людмилы Гурченко. На счету Олега Акуратова множество побед на академических и джазовых международных конкурсах, в которых неприметно завоевывал первые места и Гран-при. С 2013 года Олег Акуратов тесно сотрудничает с народным артистом России Игорем Бутманом. В составе его квартета и московского джазового оркестра Олег совершил гастроли по России, Латвии, Израиле, Нидерландам, Италии, Индии, Соединенным Штатам Америки и Канаде. Весной 2014 года Олег своим выступлением закрывал Олимпиаду в Сочи. В сегодняшней программе прозвучат два крупных произведения, написанные для фортепиано с оркестром. Первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского, созданный в 1875 году, и «Рапсодия в стиле плюс» Джорджа Кешвина, написанная в 1924 году. Два совершенно разных по стилу и форме произведения, сочиненных в разных эпохах и разными композиторами, тем не менее имеют одно общее. Оба этих произведения являются первыми в своем роде. Концерт Чайковского стал первым классическим трехчастным концертом для сольного инструмента с оркестром в русской музыке. Именно этот концерт на сегодняшний день является самым популярным и исполняемым произведением в мире, повлиявшим на развитие всего русского фортепианного искусства. А Джорджа Кешвин проснулся знаменитым после премьеры именно «Рапсодии в стиле плюс». В ней он стал создателем нового жанра — симфоджаз. В первом отделении прозвучит первый фортепианный концерт Чайковского. Композитор очень хотел, чтобы в будущем концерте исполнил Николай Григорович Рубинштейн. Но странным образом великому пианисту произведение не понравилось. И на премьере в Бостоне исполнял концерт Ганс фон Бюлов. А в Москве 19-летний ученик Чайковского Сергей Танеев дирижировал в тот вечер Николай Рубинштейн, который в этот раз оценил красоты этого сочинения и художественную значимость. Музыка концерта пронизана украинскими народными темами. Самую яркую из них вы услышите в третьей части. Основная тема финала построена на народной песне-веснянке «Выйди, выйди, Иванку». Один из знаменитых пианистов так отозвался об этом произведении. Это музыкальное сочинение, как бы сотканное из мелодических модуляций человеческой души. Это поющая симфоническая философия жизни. Этот сладкий русский симфонический экзистенциализм принадлежит едва ли не к десятку лучших созданий человеческого гения. Музыка 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ